Тавор в мажоре Денис действительно посвящает себя полностью этой теме воссозданию истории взаимоотношений между Петром Ильичом Чайковским и Надеждой Филаретовной фон Мек. А затем были и другие связи, ведь обе семьи породнились. Племянница Чайковского вышла замуж за представителя семьи фон Мек, и таким образом они породнились. Денис выпустил сейчас книгу, посвященную Галине Николаевне фон Мек, удивительному человеку, который не так давно ушел от нас. Она прожила большую часть времени в Англии, но история ее действительно полна неожиданностей. Впрочем, как вся история семьи фон Мек. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте, Юси. Удивительная семья. Как вы стали фон Мек вообще? Вы же не были фон Мек. Да, это было сложное решение, которому шел несколько лет. Я жил нормальной жизнью, родился в Советском Союзе, учился, инженером был, работал на руководящих должностях в производстве. И вот какое-то время назад, лет восемь назад, у меня пришел сигнал с небес, от которого я не смог отказаться, и полностью погрузился в изучение истории. И какое-то время назад, в силу нескольких обстоятельств, советов и просьб, я решил восстановить фамилию. Странно, вы говорите, сигнал с небес. Вы часто возвращались в наших частных беседах к этому определению. Сигнал, вы получили некий посыл. Да. Что за посыл? Как это произошло? Это что, внутреннее состояние или какие-то внешние признаки? Вы знаете, я причисляю себя к верующим людям, и то, что я стал наблюдать в своей жизни, никак по-другому объяснить невозможно, кроме как помощь моих предков с небес. Когда мне нужны какие-то встречи, это буквально сегодня. Вот сегодня я опоздал в студию, потому что забыл телефон дома. Я возвращаюсь домой, беру телефон, еду, по дороге встречаю батюшку, который идет по улице, я ему говорю, давайте я вас подвезу до метро. И оказался это очень нужный батюшка, член из Дайского совета, в который мне нужно пройти с книгой Духовной Пучайковского. Он, оказывается, знает главного нашего игумена Иоанна в Николо-Угрешской семинарии, который очень дружит с Японией, а послезавтра я улетаю в Японию. Поэтому он мне дал еще японские контакты. Ну, воистину пути Господни неисповедимы. Действительно так. Скажите, пожалуйста, и это было сложное решение для вас, для советского человека, советского инженера, вдруг погрузиться в совершенно иную действительность? И не очень, так сказать, прямую, скажем так. Я очень долго размышлял и размышлял несколько лет. Конечно, я спросил благословения у своих родителей, но у моих родителей четыре сына, поэтому наша фамилия Сибенцов никуда не денется, много очень внуков. И папа очень благосклонно к этому отнесся, спасибо ему за поддержку. Ну, и все равно я несколько лет решался, и потом было несколько обстоятельств, которые меня уже подвели к этому решению. Одно из них я решил организовать фонд благотворительный имени Надежды Славаритной фонд МЕК. Ну, и когда стал это обсуждать в коридорах регистрационных, надо было доказывать что-то, а кто ты, что ты, а вот эта справка не то, а это не так. Потом мне вообще сказали принести заверенную нотариусом доверенность от Надежды Флоретовны, что она не возражает использовать ее имя. Надежда Флоретовна в XIX веке вообще скачалась, она даже не была гражданкой России, она была подданной. Вот, и один из чиновников мне в том числе сказал, слушай, ну ты вот сделай себе фамилию, и не будет к себе вопросов. И также еще один товарищ мой, который давно изучает историю моей семьи, тоже знакомый с историей, тоже говорит, слушай, тебе вот надо включиться в этот процесс вот таким образом в том числе. Ну, и в конце концов я решился. Я это как-то не популяризировал вокруг, ни с кем не обсуждал со знакомыми. Ну, вот, принял такое решение, моя жена тоже это поддержала, мы оба поменяли фамилию. Удивительно, как нередко получается так, что со сменой фамилии или имени меняется вся жизнь человека. Абсолютно. И я должен сказать, что это далеко не первый случай, когда я сталкиваюсь с таким явлением. Не все знают историю семьи фон Мек после разрыва с Петром Ильичом Чайковским. Вы сегодня мне вообще открыли глаза на новый факт в их биографии. Напомним, что Надежда Филаретовна фон Мек была именно тем человеком, который поддерживал Петра Ильича очень много лет. Ее муж Карл фон Мек был одним из крупнейших представителей железнодорожных магнатов здесь, в России. Он скончался от апоплексического удара. Она осталась править империей и продолжала править, потому что она была человеком очень решительным и вырастила огромную семью. И потом произошел разрыв между ней и Петром Ильичом, после которого никто не знает, что было. Вы утверждаете, что они помирились. Не то чтобы я имею смелость утверждать, так написано в нескольких источниках. Вот, например, в этой книге, которую мы сегодня обсуждаем, которая вышла неделю назад. Воспоминания Галины фон Мек называется «Как я их помню». Эта книга была в Лондоне выпущена в 1973 году, потом нашей семьей в 1999 переведена на русский язык. И сейчас это новое издание, которое я два с половиной года насыщал архивными данными, фотографиями, которые удалось вернуть из-за границы. И там почти 150 иллюстраций, очень-очень разных. Это будет не только то, что мы сейчас с вами обсуждаем, там будет много открытий в истории страны. Так вот, здесь говорится о том, что за два месяца до смерти Петр Ильич пришел к своей племяннице, Анне Львовне фон Мек, которая была замужем за сыном Надежде Флоретовны. И попросил ее поговорить с Надеждой Флоретовной о том, что вот он сожалеет о сложившейся ситуации. И Надежда Флоретовна была уже крайне-крайне больным человеком, она жила только за границей. И в тот момент она была или в Избадане, или в Ницце. И, получается, моя прапрабабушка Анна Львовна поехала к ней, вероятно, не специально ради этой беседы, но просто навещала и передала эти слова от Петра Ильича. На то услышала абсолютно зеркальный ответ, что я тоже всегда переживала, что наши отношения таким образом прервались. И мое отношение к нему никогда не менялось, и я очень рада восстановлению этих отношений. Когда Анна Львовна вернулась, она передала это Петру Ильичу, и Петр Ильич первым делом побежал к своему другу Кашкину и сказал, я так счастлив, я помирился с мадам Фон Мек. Это есть и в письме Кашкина к Николаю Карловичу, задается этот вопрос о причинах, и есть воспоминания Анны Львовны, которые записаны в кабинете Грильденвейзера. В общем, есть несколько источников. Потрясающе, потрясающе. Вы цитируете, естественно, в этой книге. История семьи Фон Мек далеко не заканчивается Петром Ильичом Чайковским, потому что люди – это совершенно удивительная семья, которая пыталась вписаться в советскую жизнь, и не очень удачно. Ну, до советской жизни еще было достаточно протяженное время, после того, как ушел Петр Ильич в 93-м году, надеюсь, что это через два месяца в 94-м году. Но семьи действительно породнились, и у них очень большая общая история. То есть, там любимая двоюродная сестра Анна Мерклинг, она постоянно гостила у Николая Карловича. Сам Чайковский до своей смерти у Николая Карловича был не один раз в гостях. Потом брат Ипполит Ильич Чайковский был очень связан с Николаем Карловичем. Он у него работал много лет, и он возглавлял много его очень интересных проектов. Но сам Николай Карлович, по-моему, пытался стать советским инженером и всякий раз получал удар за ударом. Он патриот, решил остаться после революции в стране и сказал, куда же я уеду, мне еще нужно столько много строить. А он уже построил, хотя он возглавлял общество, которое называлось Московско-Казанская железная дорога, на самом деле она шла до Екатеринбурга. И он хотел еще дальше, и в Омск, и там точно не знаю, какие дальнейшие были планы, может быть, второй транссик был бы. И он остался, и было 17 обысков и арестов до его расстрела в 1929 году, ну и до 1929 года по протекции, скажем так, Дзержинского, который подписывал ему смертный приговор сначала, а потом, когда он стал наркомом путей сообщения, он пригласил по экономике. Причем, вот, и были труды экономические по железным дорогам Николая Карловича уже в советское время, в том числе. А Галина Николаевна? Галина Николаевна – это дочь Николая Карловича, то есть внучка Надежды Флоретной, и она же внучатая племянница Петра Ильича. У нее такая история, она еще до революции была в Англии, познакомилась с англичанином, и они решили пожениться, но с условием, что будут жить в России. И так и было, и они жили в России, потом, когда началась Первая мировая война, ее мужа призвали в английскую армию, он уехал. Потом вот эти ужасы 20-х годов, с самого начала, после революционной, когда вообще все было непонятно, каким-то образом их дочь попала тоже в Англию. И Галина Николаевна не видела свою дочь 18 лет до тех пор, пока не случилась очень интересная проверка документов на оккупированной территории под Смоленском, где она была. Во время Второй мировой войны уже. Да, ну или Великой Отечественной, как мы говорим. Она была под Смоленском, и немецкий офицер проверял документы, увидел фамилию фон Мек и спросил, а это не та фон Мек, которая с Чайковским связана? Оказалось, что этот офицер был преподавателем музыки до... Немецкий офицер. Немецкий офицер, да, на оккупированной территории. И, в общем, там пошла беседа, знакомство, и пригласили еще несколько офицеров, и им предложение сделали такое, что из уважения к деятельности музыкальной даем вам возможность уйти через линию фронта, если у вас есть такое желание. И у Галины фон Мек было такое желание, потому что она хотела увидеть свою дочь, которую уже 18 лет не видела. Которая жила в Англии. Жила в Англии, да. Ну и воспользовались этим случаем, их было четверо. Через несколько дней умерла ее мама, через несколько недель потерялся ее племянник. И вот она с одной племянницей, которая является моей тетей, ушла, добрались они до Англии только через 8 лет. Уже война кончилась, ну, очень сложная была. А мое знакомство с этой историей началось с интервью с Юрием Михайловичем Ароновичем, который рассказывал, что после одного из концертов в Лондоне, произведениями Петра Ильича Чайковского, в его комнате вдруг появился, в артистической его, появилась точная копия Петра Ильича. И она действительно, женщина сказала, что да, вы, наверное, удивлены, как я похожа на Чайковского. Это мой родственник, мой дядя, так сказать. И началась очень бурная совместная переписка между Ароновичем и Галиной Николаевной. И после чего она ему дала партитуру Жанны Д'Арк, одной из опер Петра Ильича Чайковского. Партитуры как таковой не было. Была лишь вот эта вот единственная партитура с пометками Петра Ильича, по которой потом Юрий Михайлович поставил спектакль в Стокгольме. Это поразительная история, и я писал о ней в своё время, и поэтому мне было известно имя Галины Николаевны, то, что большинству людей не очень хорошо знакомо. И здесь я вдруг сталкиваюсь с вами, и вы рассказываете мне всю эту потрясающую историю. Ну и вот, пользуясь вашей любезностью, наши радиослушатели сейчас услышали об этой интереснейшей, уникальнейшей постановке в Стокгольме, и уважаемый Йоси согласился разместить эту статью, повторить в новом Альманахе, который я только что начал выпускать. Вот во втором выпуске будет эта статья, она достаточно длинная, интересная, с фотографиями, пожалуйста, найдите её, почитайте. Мне бы хотелось услышать, как удалось собрать весь архив этот, как удалось его вывести, как удалось пронести это всё, и каким образом вы лично, Денис фон Мэг, восстанавливаете это, потому что это адский труд. Знаете, у меня открытие происходит периодически. Если бы вы мне этот вопрос задали пять лет назад, я бы вам сказал, что ничего в истории семьи не осталось, ни фотографий, ни каких документов. Ну и потом немножко всё меняется. Вот эта тётя, моя тётя Лада, которая ушла со своей тётей Галины фон Мэг во время Великой Отечественной войны в Англию, у них в руках ничего не было. Естественно, в 2-8 лет, если что и было, это всё потерялось, сожглось, нельзя было нигде казаться русскими, понятное дело. И потом выяснилось, что когда дочь её, Галины, в 23-24 году одна из родственниц отвозила в Англию своему отцу, вот тогда удалось вывести много документов. И это достаточно тщательно скрывалось, потому что там были многие интересные вещи, чтобы они не пропали. И вот сейчас моя тётя решила отдать нам, и 3 года назад мы вернули в Россию большое количество семейных фотографий. В основном фотографии. То, что касается жизни семьи фон Мэг, а не Чайковского. Ну, Чайковского тоже, конечно, там тоже, конечно, есть несколько фотографий. Собственно, Чайковский 28 лет навещал Каменку. Это моя прапрабабушка, его сестра вышла замуж за сына декабриста, и он 28 лет там жил, но 28 лет там был. И вот эта история Анны Львовны, мать автора книги Галины фон Мэг, она выросла на руках Чайковского. И несколько произведений, которые он писал для детей, потом они развились в богатые уже темы балетные и так далее. Так что это была очень большая связь. И вот в книге есть здесь больше 100 фотографий, которые никогда раньше не публиковались, в том числе родственники Чайковского. Вы это издаёте за свой счёт или это за счёт фонда уже? Вы знаете, фонд это пока что я один с женой, пока ничего там больше нет. То, что у меня есть в кармане, в кармане у меня немного, потому что я 8 лет уже не работаю, занимаюсь только изучением истории. Но вот нам так повезло, что полтора года назад там с некоторыми моими знакомыми мы выиграли в фонде президентских грантов. И какая-то часть книги, книга мне это обошлась в 600 тысяч, из них 200 тысяч получилось из денег фонда президентских грантов взять. Ещё добавил один священник, который ведёт тоже историческую деятельность. Здесь есть упоминание, конечно, в книге. Я могу себе представить. На месте последней усадьбы на обложке, к сожалению, наши слушатели не могут увидеть, но Йоси может увидеть. Здесь интересная усадьба, это Кистия Кустодиева. Называется она «Усадьба в парке», неатрибутированно висит в одном из музеев в нашей России. Ну, я-то знаю, что это за усадьба, у нас есть фотографии. Эту усадьбу после революции облюбовал себе наш староста Калинин и жил там до конца своих дней. Потом усадьба сгорела. Вот такая тоже история. Это уже история. Скажите, Денис, вам это лично приносит удовлетворение? Или же вы несёте это как свой крест, так сказать? Это очень-очень многогранный вопрос. И обычно потомков спрашивают, что это такое вот для вас. Ответственность, радость, ещё какие-то эпитеты. И вы знаете, я вот недавно был в Санкт-Петербурге, в Пушкине под Санкт-Петербургом. Там были кочубеевские чтения. И там был Андрей Кочубей из потомков кочубеев. И он на этот вопрос так ответил, что я просто записал и считаю, что это вообще на всю жизнь мне. Он говорит, первое – это любовь. Это громадная любовь к своим предкам. Второе – это громадная ответственность, которая в чём должна выражаться. Во-первых, ты должен так вести свою жизнь, чтобы твоим предкам было не стыдно за тебя. А второе – ты должен так своих детей воспитать, чтобы твоим предкам было не стыдно за них. Я думаю, это очень серьёзная задача. Это очень серьёзная задача. И вы взяли на себя колоссальнейший труд. Ну, книга солидная, в твёрдой обложке. Большая, серьёзная. Я надеюсь, что каким-то образом ваши затраты окупятся. И вы сможете продолжать свою благодатную, благородную миссию по, так сказать, воссозданию семейных отношений двух потрясающих фамилий – Фон Мэг и Чайковского. Денис Фон Мэг, огромное вам спасибо, что вы пришли в студию. Спасибо вам, Бьюси. И продолжайте, продолжайте. Спасибо. С вашим благословением обязательно. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Я слышу весёлую речь. И грустно я, грустно так засыпаю, и в грёзах неведомых смываю. Люблю ли тебя, я не знаю, но кажется мне, что люблю. Субтитры подогнал «Симон»